Государственная Дума 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 Но отправил материал наука и образование, без которого невозможно выйти из кризиса и решить ни одной проблемы. И этот материал готовил вместе с крупнейшими учеными максимально все, что было подготовлено Жаресом Алферовым, Иваном Мельниковым, Владимиром Кашиным, Юрием Афонином, Дмитрием Новиком, Олегом Смолиным. Смолиным подготовлено нашими талантливыми женщинами, которые возглавляли эти комитеты. Переправил все. Я надеюсь, что те 20 рекомендаций и предложений, которые мы внесли, Госсовет внимательно рассмотрит и поддерживает. Но вся трагедия заключается в том, что бюджет уже принят. И в этом бюджете нет ничего для решения этих проблем. Ни копейки. Как можно в умирающей стране урезать здравоохранение? Раньше было 4,6% от ВВП, теперь 4,1%. Даже законченный либерал Кудрин и то возмутился такой политик. Раньше мы все делали, чтобы поддержать социалку. Пришли эти, включая новых людей Жириновского, и обстригли всю социалку в новом бюджете на фоне разгулок коронавируса и массовой бедности. 670 миллиардов списали из тех статей, которые должны были поддержать науку, образование, здравоохранение, культуру и физическую культуру. Я не понимаю этой логики, прежде всего потому, что в стране сумасшедшие накапленные ресурсы и резервы. У нас с вами 14 лишних триллионов фонд благосостояния. У нас с вами более 600 миллиардов долларов золотовалютные резервы. У нас с вами колоссальные запасы золота, которые вдруг за последние два года стали в массовом порядке вывозить из нашей страны. Если у вас кризис, если у вас проблемы, если у вас взрываются шахты, вымирают люди, если у вас по смертности вы занимаете первые места в стране, в мире, вы все сделаете для того, чтобы накормить, поддержать и помочь людям. Вместо того, чтобы остановить отток золота, слушайтесь, в 2020 году было добыто 290 тонн золота. 320 тонн вывезли из страны, отдали тем, кто против нас готовит натовские орды. В этом году за 9 месяцев произведено 256 тонн золота, 240 уже умыкнули из страны и разрешили тем, кто вывозит, оставлять там и денежки. А если бы они эти деньги здесь вложили бы в развитие своей страны, то дети войны, которых осталось 10 миллионов, мы только что вносили закон, получили бы как участники войны хорошую поддержку и медицинскую помощь, и питание, и все остальное. Я могу долго перечислять, но все это бесполезно. Но беда заключается в том, что Единая Россия вместе с новыми людьми, а это скорее старая Россия, если посмотреть по голосованию, не выполняют прямые установки президента и все ведут к дестабилизации ситуации в стране. Мы это почувствовали на рейдерских атаках всей этой саблинско-полихатовской шайке, которые пытаются захватить совхоз Ленина. Мы там на этой неделе проведем встречу с трудовым коллективом. 336 работников этого коллектива официально написали и Путину, и генеральному прокурору. Мы ждем ответа от прокурора. Но официально еще раз заявляем, у нас четверг прошел партийный актив, на нем участвовали 56 организаций, которые входят в Леопатриотический блок. Мы официально заявляем, если эта шайка полезет туда, захватывать хозяйство после тех неправедных суднов. Мы будем его защищать, как наши отцы и деды защищали Брестскую крепость, сражались под Москвой, под Сталинградом и ломали хребет хажистскому зверю на Орловско-Курской дуге. Мы эту сволочь туда не пустим. Вы должны это помнить и знать. Но и надо помнить другое. Когда сегодня президент проводит встречу с Си Диньпинем, председателем КНР, помнить, что главным партнером политическим Китая в России является наша партия. Мы вместе с ними подписали меморандум, что главным стратегическим союзником нашим является 100-миллионный Вьетнам. Только что Калашников вернулся, генеральному секретарю вручил Ленинскую премию. Нашими стратегическими партнерами являются леопатриотические силы по всей планете. 132 делегации поддержали нас и по Крыму, и по Донбассу, и по Севастополю. И нашей программе, и мы вместе с ними готовимся к 100-летию Великого Советского Союзного Государства. И мы готовимся еще к 100-летию нашей доблестной пионерии. Я считаю, чтобы выполнить установки президента, его послания и наказы депутатам, прежде всего надо в Думе восстановить полноценный диалог. Володин несколько лет пытался это сделать, и что-то у него получалось. Но почему за эти три месяца они почти все сошли с резьбы, и даже когда рассматривали дело Лося, вместо того, чтобы посоветоваться и помогать шахтерам, занимались провокационными вылазками, пытаясь унизить наших оппонентов и раздуть дело, которое выведено лица не стоит. Давно бы заплатили штрафы, и закончилось одно. Нам всем надо входить в Новый год с конструктивной программой, нам всем надо осознать, в тюрьмах Америки сидит 100 человек российских граждан, 60 из них арестовали за границей. Никогда в истории нашей страны такого унижения и позора не было. У нас 368 высших чиновников под санкцией и на 200 больше, 578 крупных организаций. И это в Ахканале продолжается. Ее можно остановить только сплоченными усилиями всех, кто любит Россию, кто гордится ей, кто защищает интересы трудового народа, кто поддерживает свою экономику, социальную сферу, кто особое внимание уделяет науке, образованию, здравоохранению. Наша партия эту программу приняла. Мы будем ее уверены и последовательно реализовывать в Новом году. Желаем вам в Новом году добра, удачи и ни пуха всем, ни коронавируса.